Как бы мне кажется это никто не заслужил и кто-то навязал им такой ну это просто зверско на самом деле и то что женщины бесправны во многих странах это конечно очень шокирует и как бы как я поняла из видео женщина все старалась для детей как бы выращивала скот пыталась как-то устроить свою жизнь и у меня просто это все отбирали ради непонятной какой цели и это очень печально и досадно ну и действительно хочется последовать совету той женщине быть более уверенной делать мир лучше и общество и бороться чтобы получить образование потому что без образования она даже не знала что это в кении это уже давно не должно практиковаться и то что такого вообще не должно быть и что они имели право на собственность поэтому я считаю что это видео но в общем она нам рассказала как раз таки о очень важной проблеме и очень хорошо что эта тема была поднята ну и я думаю она как бы не то чтобы никто об этом не знал все знают но считаю что да ладно это какой-то африке зачем об этом беспокоиться но так как все-таки есть такая проблема не надо не забывать и надо бороться против этого я могла бы рекомендовать два фильма это во первых цвета пустыни про варис дри и смотря как раз модель сомалийского происхождения которое одно из первых подняла этот вопрос на книге и второй фильм это млады не я какой-то очень перевести что-то вроде божественной защиты это африканский фильм отличаться от пустыни которые до голливудский а он сняли паски даже все очень много хороших фильмов и там как раз хорошо освещена тема того как поднять уровень как преодоление дезинформации нужно помочь в устранении этого врача все там все это показано примере одну конкретно деревне и одну одна и конкретная женщина которая которая спасла группу девочек от обрезания не для половых сношений это эту нитку потом первую брачную ночь это никуда потом разрезают именно для зачатия и так далее то есть можно сказать что женщине повезло хотя конечно и везение не отменяет того факта что это ужасная традиция существует по сей день и процветать и более того даже выходцы из стран африки которые проживают более-менее благополучных странах и вот и так далее бывает бывает много случаев когда отвозят своих детей на свою историческую родину для прохождение этого ритуала но вообще мне мне еще хотелось немножко сказать по поводу по тематике деревне маленькая деревня в брянской области не считая все те же куры если не все те же куры и коровы и так далее вот и там считалось что мальчик еще может пойти куда-нибудь выучиться дома в основном на трактористы на механика на автомеханика а девочки после 11 классов как бы и делать-то больше нечего и очень-очень мало кто из моих подруг детства получил образование по-моему никто не получил получила моего юродная сестра и того как в регии не для всех и привилегии не для женщин проблем женского образования в россии тоже актуально это даже в городах прослеживается то что же я могу сказать я наполовину из по происхождению татарка и немножко наблюдаю на это все-таки мусульманские круги много наблюдают и даже вот на уровне просто ну как бы нашли семья тратить финансы да то есть будут оплачивать в этот приезд в более крупный город там в москву там я не знаю что там поближе екатеринбург вот мальчику снимать наш на что-то помогать снимать жилье при этом мальчику девочки чем-то скромнее в этом городке поменьше как бы на нее тратиться никто не будет и на уроках то есть просто девочки проходят обгоняют все набирают огромные баллы их просто не берут без причин вот и так и не взяли по-моему не так и не жил данного в прошлом году нельзя что должны брать и все равно в этом тоже не взяли вот то есть это наиболее явные а по-настоящему вот на уровне каждой семьи многих семей да это происходит такими это даже не обсуждается с ней это даже не осознается многими даже сами девушка меня осознается что вот больше больше вложено больше поддержки идет чтобы да ты сможешь там поступает более амбициозные там цель выбирать амбуз относительно образования мусульманских краев у нас у вас в россии есть чечня проблема именно ранних браков проблема убийства чести понятно кого проблема образования вот там выражена но может конечно танцы проще чем в кении но мы сильно намного единственное что я сейчас нашла по проблеме например убийств чести это последняя из последнего статья в москов таймс я ее еще не перевела журналистка сделала исследование по чечне ужасное распространение я переведу выложу потом я выложу фим юнити я выложу в контакт в жж в фейсбук но проблема еще и в том что существует экономические барьеры с разрушением социальной системы сейчас она у нас остатки советской при всем том неоднозначном отношении к советской системе образование было не только правом но и обязанности всех детей это давало возможность социальных лифтов это давало возможность разрушение данных традиций более того с этим боролись и это преследовали вплоть до мордовое в отдельных деревьях но сейчас идет опять разрушение реформа как образование привилегия то есть неолиберальный подход минимальное минимальное вливание государства и это несет за собой все ту же проблему кого кому будут давать образование какое будет давать образование насколько она сможет быть доступным то есть четыре оплаченных предмета и все остальное по выбору сегодняшний средний гражданин это женщина порядка 37 лет с ребенком одним ребенком бедная более половины населения живет как бы на границе бедности или под ней что в принципе описывает всю законодательную так сказать и исполнительную политику государства относительно граждан проблема образования станет не только в деревнях и не только в чечне и это будет просто чудовищных размеров проблем но тема того что не только в Африке вот такое же явление практически осуществовало в интернете а это уже в континенте вообще-то мне интересно возникновение этого явления и его причин условно поскольку защищенность защищена влиянием этого мужчины на весь остальной социум но так она становится легитимной жертвой абсолютно для всех и обвинение которое идет часто в адрес женщин что они делают это в состоянии печени оно несколько неоправданно поскольку в противном случае последствия оказывается гораздо хуже это акт принятия общества то же самое можно сказать обо всех остальных практиках красоты которые практиковались во все времена от колец на шее в ушах колечением ног да от корсетов для определенного класса там просвещенного общества в итарианской Англии и позже все эти практики которые теоретически передают женщины они все направлены на легенитизацию женщин в патриархальной общине даже если это община у нас теперь глобальный мир это очень важная конечно проблема и мне кажется что для того чтобы с этим как-то бороться одно из самых главных методов средств это гласность проблемы потому что об этом молчат об этом не принято говорить это считается просто ну даже неприлично понимать эту тему и хотя многие очень многие с этим сталкиваются я знаю два случая они произошли с двумя моими подругами в одном случае и они оба могли бы быть ну в общем что-то могло быть иначе если бы об этом в обществе вообще как-то говорилось в одном случае мне рассказала подруга ее изнасиловали когда ей было пять лет и я спросила что ты сделала когда это закончилось она сказала я оделась пришла домой и ничего не сказала об этом родителям я спросила почему и она сказала потому что я знала что мама мне не поверит если бы если бы как-то ну тут может быть больше проблема внутри семейных отношений но все-таки если бы мама ну родители вообще как-то ребенку элементарные такие вещи говорили что там они гуляют одна и так далее как-то ну вот такие простые вещи там что нужно остерегаться незнакомцев то есть как бы мы все знаем что нужно об этом говорить но почему в каких-то семьях это делается почему об этом говорят да не бери там не ходи не разговаривай с незнакомыми людьми там не ходи по темным улицам а в каких-то семьях это ли мне делается и второй случай ну он меня еще больше поразил девушке была девушка была взрослая она порядка 20 лет она шла по улице рядом со своим домом она уже подходила к дому и в тот момент идя от остановки она разговаривала по мобильному телефону она позвонила своему молодому человеку или другу другу и сказала пожалуйста поговори со мной потому что мне страшно я волнуюсь я по темной улице и он с ней стал разговаривать в этот момент она услышала как за ней кто-то бежит и хватает ее выронила телефон и последнее что парень услышал который разговаривал с ней было был ее возглас что ты вроде ты что дурак что ты делаешь и после этого связь прервалась что после этого делала молодой человек он волновался он волновался он безумно волновался за эту девушку но он сидел курил и звонил ей всю ночь он пытался дозвонить на ее телефон при этом наверняка внутренне понимая что это бесполезно и мне кажется причина по которой он хотя бы не позволил в полицию это именно в том что он боялся может быть я сделал что-то неправильно может я поступлю как-то глупо что там он был уверен что это действительно что реально действительно в этот момент происходит что-то страшное что можно предотвратить что можно изменить мне кажется, он просто боялся даже думатьXT что думать о том, что сейчас может совершаться насилие с близким человеком, это вообще выходило за зону его комфорта. То есть он предпочитал думать, нет, 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 у него просто сломался телефон, не может быть, что сейчас действительно происходит что-то ужасное. И если бы вообще эта проблема в обществе поднималась, если бы не одна я знала, допустим, эту историю, что да, и в такой ситуации нужно действительно браться, звонить в полицию, что-то делать, потому что от этого может зависеть чья-то жизнь и здоровье, то, может быть, какие-то преступления могли бы быть предотвращены. И причем еще такая деталь, я спросила эту девушку, как долго вообще все это длилось. Она сказала, порядка 40 минут она боролась, она боролась за свою жизнь, она делала все, чтобы справиться с насильником. Но и за это время, за эти 40 минут, если бы тот парень все-таки позвонил в полицию, уж за 40 минут наша полиция, даже наша, могла бы доехать и могла бы что-то сделать. Это все. Домашнее насилие сейчас находится примерно в таком же положении, в котором находился в Америке в начале 80-х. И есть или нет у тебя скалородного снимка с доказательством здесь, даже если ты принесешь его в полицию, у тебя просто пошут куда-то подальше. Проходите, когда убьют. Да-да, проходите, когда убьют. И моя подруга сталкивалась с этим, когда я впервые изнасиловал ее парень. Она пошла в полицию, соответственно, с доказательством совсем, но ей не выдали типичную самотуру виновата, потому что это ее парень, и отказалась принимать заявление. Я хотела просто еще сказать по поводу того, как с этим бороться. Не только девушки, они не могут оставить ребенка на растерзание этому человеку, хоть он его и, может быть, и отцом этого ребенка. А с ребенком она никуда не уйдет. Она привязана, у нее нет элементарных средств на жилье, на пропитание. Если ребенок маленький, у нее нет возможности оставить его одного дома, чтобы пойти работать. То есть у нас нет никаких механизмов помощи таким же женщинам. У нас нет ни убежищ, либо они есть в каких-то маленьких, ну, очень маленькие площади этих убежищ, а их мало кто знает, туда сложно попасть, и они есть в основном в крупных городах. В маленьких городах ничего этого нет. В маленьких городах заткнись и терпи, это наши традиции. Они сами себя содержат, еще содержат их. Вот он это считается по деревне, все продевает. Ну, в принципе, они могли бы его бросить. И для меня это на самом деле дико, потому что меня воспитывали в такой семье, где не было насилия, тем более над женщинами, детьми. В моей семье притесняли мужчин всегда. И поэтому я так активно их защищаю. Ну, просто подавляли морально, называли слабаком, чьимом. Он очень добрый, и у меня дедушка любит детей. И, не знаю, скорее бабушка его била, чем мама. В общем, она самостоятельная, она больше его зарабатывает и так далее. Я всегда защищаю, он жил, конечно, очень добрый. И у меня, правда, он его обвиняет за то, что у него дочь одна жила с мужчиной, который ее бил. Он ее никогда не мог защитить. И все детство я слышала вот эти истории о том, как муж ее избивал, и долгое время она с ним жила, у нее был ребенок, он ее бил, и ребенка бил. И она не хотела уходить, ну, типа, боялась, не знаю, чего там. Вот. И мне всегда мама говорила, ну, и она брата учила, чтобы он не обижал, но, соответственно, это у нас всегда не носили, только гонтировалась активно. И вот. И мне рассказали, как он ее избивал, и там, типа, Саша, вот, смотри, хоть раз тебе мальчик ударят, никогда не прекратилось тяжесть, больше с ним не общайся, все, ваши отношения закончились. И для меня это было так естественно, пока однажды меня не ударил парень. И я сказала, да-ка, все, ну, он меня ударил. И неожиданно для меня, моя семья сказала, ну, он же тебя любит, ну, посмотри, с какого он для тебя сделал. И все его любили, вот. Я была просто в шоке. Все детство я слышала, что нельзя, ну, вот он втерся им в доверие, как-то так, очень круто. Я говорю, да, и ты такая сучка, я удивляюсь, как тебя предыдущие, то они били. И у меня было, да, для меня было дико, я хотела поддержки их, что, да, они мне скажут, он ударил, действительно, и все. А вот, короче, шок. И вообще возврат к традициям, вот тем придуманным традициям, которые влили в свое воображение. Но закон о домашнем насилии в госдома выносился на рассмотрение четыре раза. Закон о домашнем насилии в Государственную Думу вынесли первый раз в 1996 году. В 18 лет не могут его принять. Сейчас, кстати, вот, ходит очень хорошая петиция на чейндж. Обязательно подпишите, кто еще нет. Гуглится вообще в любой социальной сети. И там уже больше 30 тысяч, по-моему, подписей. Уже больше 40. Уже больше 40, да. Но 98% женщин называют причину того, что они не ушли. Это экономические причины. То есть они не могут поднять детей, они не могут уйти сами, потому что они уничтожили. Абьюз, особенно с физическим насилием, хотя и с экономическим, и с сексуальным, и с психологическим, он как бы идет обычно в сочетании физической, это просто тоже крайнее его проявление. Он никогда же так обычно не начинается с удара в море. Сначала втирается в доверие, действительно. И не только жертвы, но и окружение. Отсекаются социальные связи. Отсекается экономическая независимость. Занижает самооценку жертвы. Делает из себя культ, что без меня ты ничто. Вот это вот, кстати, очень распространенное в культуре сделать что-нибудь через мужчину, для женщины, очень сильно помогает. Этот культурный конструкт, он очень сильно влияет на это. И в конце концов, когда начинается мордобой, уже фактически, это не воспринимается как запредельное. Это воспринимается как продолжение. Во-первых, во-вторых, это идет цикличность насилия. И женщины уходят не только из-за экономических причин и отрицания обществом этой проблемы. Они уходят еще потому, что они любят этих мужчин. Они рожают этих детей. Они боятся признать себе, что все эти вложенные годы, они потрачены вот черт знает на что, на убийство себя. И еще одной из причин, по которой очень важны причины, они боятся преследования и убийства. И нельзя сказать, что у них нет для этого оснований. В принципе, можно вбить в любой Яндекс.Новости, там, мужчина убил женщину, и мы вот просто получим так, убил подругу, жену, бывшую подругу, скрывалась, убил ребенка, застрелился сам потом. И, пожалуйста, это никак не защищается. В 18 лет не могут принять закон о насилии, против домашнего насилия. Еще одной из проблем является то, что вынесено рассмотрение новый, последний закон, довольно хороший, очень хороший, по меркам российского законодательства, в котором принимали участие криминологи, эксперты центров помощи. В общем, люди, которые непосредственно с этим работают, они православные эксперты. В него Министерство юстиции, его не приняло, хочет напихать туда поправок, которые сделают его нерабочим. То есть вопрос не только в том, чтобы принять этот закон, его надо принимать в виде, в котором он будет работать. А сейчас идет сокращение всех расходов на любую социальную помощь государству. Все, вот мы как бы, мы вот на военный бюджет, мы увеличим на треть, а все остальные, ну вы как-нибудь перебейтесь. В войну рожали, ничего. И поэтому вопрос не только в самом принятии этого закона, но и в вопрос в том, чтобы принять его в нормальный вид. Чтобы он дошел, да. Вы испытывали насилие с самого своего детства, которое только выбрался из него, если ему повезло, лет 18. Он уже уяснил, что это нормальное отношение в семье, он может не заметить психологическое насилие со стороны партнера, он может посчитать это проявлением любви. И это относится как к мужчине, только к женщине. В общем, это преимущественно, но не исключительно женская проблема. Домашнее насилие зашкаливало. Я, наверное, не знаю ни одной женщины знакомой, которых не били либо их мужья, либо их партнера. То есть это там, ну, начиная с поколения, в поколение это все было. Да, если бы я, наверное, там осталась, у меня был бы тот же муж, я бы там вышла замуж, и он бы меня, конечно, бил. И, значит, там почему девушки выходят замуж? Потому что если 19 лет не ушла замуж, ты считаешься старой девой. Значит, тебя все обзывают старой девой, и на тебе уже клеймо. Я подсчетливо помню, что у нас работала в школе учительница, она была, значит, не замужем, у меня не было детей, и все ее дети обзывали старой девой, там какие-то небылицы про нее были. В общем, это очень стрёмно было. И, значит, женщины, чтобы на них не шлось клеймо, они, естественно, выходили замуж. И, наверное, мои школьные подруги, они уже все вышли замуж в 19, 20, 18 лет. И да, проблема в том, что, наверное, это считается такой нормой, и если муж или партнер не убьет жену или партнершу, то это считается что-то такое удивительное и странное. И это повод его не уважать в группе остальных мужчин. То есть он становится для них изгоем, если он не поддерживает это. И точно так же в маленьких городах не только мужья там и партнеры, дети, сыновья вырастая бьют своих матерей. И это тоже практикуется. И по поводу ещё, почему женщины так рано... Извините. Извините, что я перебила. Просто, ну, как бы тоже... Ну, я провела часть жизни в маленьком, достаточно населённом пункте, и мне очень хорошо знакомы ваши проблемы. И более того, я тоже с радостью думаю о том, что как хорошо, что я живу здесь, потому что меня ждала та же унылая бы судьба. Почему ещё? Ну, кажется, что если ты выйдешь замуж, что ты вырвешься из круга насилия. Хотя, ну, мы понимаем объективно, объективно мы понимаем, что ты сшила променяешь на мыло, и если тут тебя бил отец, тут будет весь муж. Но всё равно это как бы небольшая такая попытка как-то изменить свою жизнь, и поэтому девушки выходят замуж там достаточно рано ещё и по этому поводу. Ну и плюс, да, это как бы считается традицией, там до сих пор помнят поговорки, что бьют, значит, любят убитой жены, и суп вкуснее там, или ещё там ещё вкуснее. И, естественно, мужчина, который жену свою не бьёт, он из общества исключается, вплоть до того, что он сам может подвергнуться каким-то побоям и так далее. А женщина, вот ещё по поводу женщин, которые не выходят по каким-то причинам замуж в период между 18 и 20 годами, выходят позже, они точно так же, как необрезанные девочки в Африке, могут стать легитимными жертвами. То есть их точно так же могут насиловать всей деревней, потому что она ничем. В Африке, в Африке, в Африке, вот именно, то есть у неё была питерская прописка, но не там, да, и вот Государственный центр помощи женщинам, пострадавшим в Африке. То же самое, ну, в ещё худшем положении находятся мигрантки, это просто чудовищно, потому что, с одной стороны, их там бьют, насилуют, это чудовищных масштабов. Я не знаю, что с этим делать, как туда влезть, потому что очень закрытая среда, и мои попытки поговорить с кем-то, они натыкаются не только на уровень, как бы, языковой барьера, с языковым барьером, в принципе, справиться можно, на уровень закрытости. Их могут избить просто за разговор, не с той общиной. В частности, со мной, поскольку я вот условно белая. Тут там, да, это вообще бездна. Так, ну всё, спасибо всем. Татьяна Болотина, феминистка, анархистка, экологическая активистка и так далее. Радикальная феминистка, да. Сегодня был видеопоказ выступлений активисток по борьбе с насилием над женщинами. Выступали четыре активистки, освещали темы сексуального рабства, в том числе детского, темы домашнего насилия, темы женского образования и затруднительного доступа к образованию для женщин, вот, а также тему насилия над женщинами во время войны. Ну вот, мы посмотрели видео, обсудили это, здесь у нас было где-то 30-40 человек, и поделились опытом о том, как это всё происходит в России, о том, что для России это тоже актуальная проблема, её нужно поднимать и решать. Сейчас проходит кампания «16 дней против гендерного насилия». В это время можно и нужно проводить разные акции и протестные акции, про статистические мероприятия, направленные на то, чтобы рассказать о насилии над женщинами и, ну, в принципе, гендерном насилии. Зачем это делать? Затем, что насилие над женщинами — это очень табуированная тема в России. Она считается, некоторые считают чем-то самоочевидным, с чем не надо бороться, вот, некоторые вообще отрицают, но, тем не менее, это огромная проблема, которую можно решить. И первый шаг на пути к решению этой проблемы нужно ее поднимать и обсуждать даже между собой, даже между теми, кто уже в курсе этой проблемы, потому что такие обсуждения, они стимулируют выработку решений и какие-то конкретные действия. Помимо проведения мероприятий можно также раздавать, раскладывать листовки в места, где есть женщины, например, с телефонных рейсных центров. Можно рисовать граффити соответствующие. В общем, чем больше активизм в этой теме будет, тем больше проблема будет освещена в обществе. И нам в этом смысле рассчитывать можно только на себя, потому что государственные власти, они наоборот, все делают в обратную сторону, то есть легитимируют насилие и отрицают его. Если мы хотим бороться с насилием, если мы хотим его восстановить, то нам нужно посвящать свое окружение и вообще всех, кого мы можем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok